всем доброго дня дорогие мои ну вот время обеденного перерыва я приехал кузя спит корм я подготовил ему ну он сам станет поесть и тут же сразу я хочу удовлетворить просьбу моей подписчицы ответит это вчера я сделал ролик по поводу работы вот турции да и конечно уже сопутствующий вопрос возникла как вести себя при турецком как говорится начальники патрон здесь называется патрон я сразу хочу сказать что это очень тонкая такая тема который я даже прожив почти восемь лет тогда еще часть уже 9 лишним лет я не понимал вот это даже возьмем с тех времен когда я начал жить там дома когда я начал наводить порядок во дворе сажать деревья виноград все такое там бетонировать варит это самое для велосипедов стояночки все все протек естественно свои деньги вот этим я просто хотел сделать хорошо но одновременно у них психика совсем другая я нанес оскорбление я им нанес оскорбление есть такая поговорка у русских да инициатива наказуемо но тут это имеет двойное значение инициатива тут оскорбительно вот даже я вот когда начал работать там патрон которую я знал 8 лет до получения гражданта я решил тоже там сделать все красиво что все таки уже русскоговорящий работник все да я говорю патрон тем более проходное место давай я говорю объявление повесим тебя их знакомые есть рекламщики и на русском языке там консультации там в нж все все он горт хорошо обязательно вот и записывает делает вид что это самое проходит недели две три четыре месяц я спрашиваю я заказал я заказал и вот он это заказывал до самого почти моего отец оттуда это почти было год мне было удивительно почему он это не делает я еще раз хочу сказать они воспринимают это даже вы есть и начнет в офисе работать даже если там светов нет да ничего если вы даже в на окна пронести поставили свет и вы уже оскорбили патрона понимаете вы показали себя умнее его это нельзя делать даже если вы купили квартиру доме не все те где все обслуживается да а вот обычном доме да где все турки живут тоже и вы решили тоже самое то там пришли а там все не убрано грязно во дворе да допустим деревья не растут ничего не растет но вы решили естественно сделать все там красоту это будет ваша первая и последняя ошибка вы первое вы нанесли оскорбление первое что мол вы считаете себя умнее их понимаете второе перед людьми соседи тоже видишь это вы опять унизили и перед соседями негласно негласно у них вот такая психика понимаете нам этого не понять у нас например если директор поблагодарил молодец и инициативный парень там короче кто-то делает нет нельзя даже что-то свое предлагать тоже нельзя наоборот берет на руки даже патрон будет говорить всякую допустим даже чушь берет бумагу так так с этого места я записываю патрон гениально гениально сказано знаете вы чем-то напоминает моего отца он тут же мой папа тоже также говорю хотя ваш папа живой или если живой он бы его убил бы на это потому что тупоры ли кончены но вы должны это сказать истинные великие слова так я запишу и вот так вот понимаете вы должны все время его хвалить и никогда свое не предлагать свое новшество вот они не любят какие-то вот как бы скажем таком новшество они новшество любят если они это сами сделают есть они сами этого не сделают если вы будете этого делать предлагаю я же говорю даже горшочек цветов на в офисе до принесет поставить этот горшочек завтра окажется мусорки или специально таком месте как это сам потому что вы этим оскорбили патрона потому что как вы сделали так что как будто он не догадывался это ставить а вы поставили цветок понимаете или перед офисом короче красоту наводить там если даже оплеван на сигареты бички валяются ни в коем случае там наводить порядок не надо у них вот такая психология и это к сожалению не только здесь это бич нашего времени вот это бич нашего времени у нас даже в наших республиках в эссенговской республике есть такие президенты которых вообще извините не только это надо через психиатра пускать и психиатр определит короче шизофреник страдает манни величия это обязательно но попробуем это скажи а наоборот надо будет перед ним стоять вот так руками и сказать о великий о солнцеликий о красавчик и неважно это болтает это по всему миру так и другая толпа таких же долбануток будут его поддерживать и вы белой вороной будет есть свое что-то это самое вот такая же ситуация при работе здесь вот учтите вы не должны никак и инициативу предлагать ни в коем разе вот давайте сделаем то давайте сделаем это давайте это нет ты чё откуда ты появился ты сам это нифига себе умный что ли блин я здесь столько лет работаю блин и ты пришел бы ты его показывает что-то он тупой понимаете я однажды спросил вот моего там патрона это самое там тоже вот я говорю я вот так я предлагаю он газа чем он не будет делать это нега почему потому что вы это предлагаете его так красиво же будет вот ягар клиенты же пойдут люди же не знают что такой вот маленький такой этот никто не видит никто не знает а тут ягар сделаем хороший баннер красивый там еще русская девушка там короче вы нажали на руках короче так иметь им ягар так народ же попрёт и ягар я тоже здесь буду это он не будет этого делать он этого делать не будет потому что год у него кафа чалшмёр ягар что такое кафа потом ага мозги на работу и ваши говорят новшество говорит ему оскорбительно наоборот поэтому если будьте даже устроить работу да где-то это никогда нововведение не делайте я еще раз хочу повториться что инициатива не только здесь наказуемо инициатива здесь и оскорбитель но знаете вот так и еще у меня подписчик спрашивает вот как вот если если деньги не дает судиться с это все самое для этого я еще раз говорю вам надо будет нанимать адвоката адвокаты очень дорогие деньги берут адвокаты сейчас по моим 20-30 тысяч раз услуга адвоката это тысячи полторы тысячи долларов а то и два вот это опять же хатбиня хатба хатба по судам все все поэтому толка все остается уповать на волю божью чтобы вам попался нормальный человек но я хочу сказать что из 100 работодателей из 100 процентов 10 если нормальных работодателей найдете которые своим работникам относятся нормально позитивно по как говорится по современным меркам остальные нет нет остальные нет вот если у него он закончил курсы данный шманлак то данный шманлак это консультант как у меня патрон закончил до свое время курсы закончили это курса полтора месяца да и взял и научился напечатать внж там в бланке да ты уже большой человек ты уже большой человек ты уже хозяин понимаете вот у них вот такого нету что вот например дальше смотреть они остались такими чабанами которому как чабан чабан у нас и так даже на соборе умнее вот он понимаете низким уровнем мышления понимаете низким уровнем мышления даже посади его на мерседес на шикарный но это все равно низким уровнем мышления вот поэтому везет тем которые приезжают работают по каких-то госкорпорациях крупных корпораций государственных театрах есть тоже до консерватории работает университеты приглашают государственные университеты преподавателей ученых каких-то узких специалистов они государств да там без всякого у вас контракта а все остальное это уже все ерунда это все таким вот понимаете жилье как такого понимаете который сам не знает где хлеб найти понимаете и даже если вы этим людям будто приносить миллиардные даже до миллиардный даже прибыль вас ценить никто не будет никто запомните вот вот женщины если вот тут у меня написали что конечно я это не люблю вот это слово когда говорят наташи да потому что это во всех есть еще пахлеще пахлеще ахнете даже наташа стороне будет сидеть и курить понимаете наташа просто стороне будет среди и это самое поэтому не надо говорить это если женщина это самое сами знаете вы там комментариях написали поэтому я еще раз хочу сказать что предыдущему ролику дополнение делаю что вы должны учитывать все все факты все риски весь вот это менталитет вот это вот если вы сумели договориться каким-то государственным учреждением университетами до оркестром когда симфоническими до вам повезло тогда есть стабильная зарплата стабильным выходными вот а вас будет заботиться страховками страховки зарплата вовремя и прекрасная жизнь прекрасной страниц но если вы приехали и вот этого директор фирмы там туда за они любят очень это самые понты наши понты перед ними это самое отдыхает понимаете вот и золотые горы могут обещать и только вы начнет работу уже превращает с раба без 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 вообще вы обезличиваетесь понимаете обезличиваетесь поэтому я еще раз хочу сказать что кроме вот это учреждение научные учреждения там какие-то там медицинские куча государственного образца вот это приезжают атомщики есть университеты преподают вот так вот да таки это тогда я молчу отлично а вот это все все проходимся в основном 90 процента проходимся чтобы вы знали и неважно что он там это я хозяин отеля он никогда не был хозяином отеля хозяин отеля совсем пятый шестой человек он суб 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 подрядчик понимаете хозяин отеля германии где-то живет в англии где-то живет в америке где это живет это арендаторы все они тоже нанимают дешевую рабочую силу чтобы оправдать свои затраты и еще иметь прибыль при малых затратах а мало затраты на рабочую силу основном на рабочую силу а работ Малым затратам кого можно? Мигрантов, у которых нет ни права, ничего. Которые не имеют права ни на что. Даже если вас поймают, даже в рабочем месте, и вы скажете, что здесь работают, то он скажет, я его впервые вижу. Все. И он будет прав. Я его впервые вижу. Я его вообще заходил и сидел, и все. До свидания. И другие подтвердят, что вы это. Вот такие дела. Так что, всех вам благ. Берегите себя и свои нервы. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...